На неделе на освобожденных территориях прошел исторический футбольный матч. Легендарный Агдамский клуб Карабах впервые за 30 лет сыграл в Хэнкенди. Это случилось в рамках 1-8 финала Кубка Азербайджана, а соперником Карабаха стал клуб из первой лиги. Несмотря на разный класс команд, никто не хотел уступать в этот знаменательный день. Только в добавленное к матчу время Карабаху удалось поразить ворота соперника и вырвать победу. Независимо от результатов сегодняшнего матча победитель известен. Победителем являются азербайджанский народ, азербайджанское государство. Встреча Карабаха и Центрального спортивного клуба армии в сегодняшнем матче, конечно, имеет большое символическое значение. Единство Карабаха, армии и народа является главным источником нашей победы. В этом матче было много символизма, и не только на поле. Четыре года назад премьер Армении Пашинян произнес отсюда свою знаменитую речь. Чем окончательно убедил Ильхам Алиева, что земли придется возвращать силовым путем. Спустя четыре года из Ханкинди к азербайджанскому народу уже обратился Ильхам Алиев. Дорогие друзья, четыре года назад некоторые на этом стадионе заявляли, Карабах это Армения и точка. Мы доказали им, что Карабах это Азербайджан. В перерыве матча Ильхам Алиев провел традиционную встречу со спортсменами и вручил награды. Президент Азербайджана отметил, что не помнит примера, когда на освобожденных территориях так быстро удавалось провести футбольный матч. Ханкинди был освобожден всего три месяца назад, но уже Ханкинди – азербайджанский город. Ханкинди живет и возрождается. Ханкинди повезло, город не пострадал из-за боевых действий благодаря стремительной антитеррористической операции азербайджанских вооруженных сил, но многие другие города еще в прошлые войны были стерты с лица земли и сейчас возрождаются. Этот стадион был практически полностью перестроен и капитально отремонтирован всего за два месяца. Все надписи, отражающие символику сепаратизма, уже выброшены на свалку истории. Как и все другие города, сегодня реконструируется и Агдам. В частности, через несколько месяцев в городе Агдам начнет заново отстраиваться стадион Имарет. Президент Азербайджана практически еженедельно посещает Карабах и лично контролирует строительные работы. Так, на неделе Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в первом новом жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша. Там же президент посетил улицу Карабах, которая практически отстраивается заново. И таких объектов в освобожденном Карабахе сотни. Но главный акцент делается на строительство транспортной инфраструктуры. На освобожденных от оккупации землях прокладываются 18 автодорог общей протяженностью более 2000 километров. В то же время азербайджанские железные дороги реализуют два крупных проекта по строительству железнодорожных линий Барда-Агдам и городис Агбент. Активно строится международный аэропорт Лачина. После двух международных аэропортов Физулинского и Зангеландского, которые были сданы в эксплуатацию в 2021 и 2022 годах, соответственно, воздушная гавань Лачина ожидаемо станет новым центром международных перевозок на освобожденных территориях. Азербайджан вкладывает в Карабах огромные деньги, потому что это свое, законное и долгие годы будет служить на благо азербайджанцев. Отныне на этих землях будет вечно развиваться азербайджанский флаг. Мы, азербайджанцы, будем жить здесь вечно. Да здравствует Карабах! Да здравствует наша славная армия! Карабах – это Азербайджан! Азербайджан!